Тайна раскрыта Он являлся центром развитой цивилизации и домом для более чем 750 тысяч человек на протяжении шести веков А затем этот богатый и не знавший бед город внезапно исчез Причины этой трагедии долгое время были неизвестны Прежде чем вы узнаете результаты последних исследований, подпишитесь на наш канал и включите уведомления чтобы всегда быть на светлой стороне жизни вместе с Эдми Кхмерская империя – одна из крупнейших, существовавших в Юго-Восточной Азии Она располагалась на территории современной Камбоджи Сегодня это популярный туристический маршрут В некоторых источниках эту страну также называют Ангорским королевством Это государство возникло в начале IX века и внезапно прекратило свое существование в середине XV столетия Даже по сегодняшним меркам столица Кхмерской империи считается довольно крупным городом Су Такуан, который прибыл в Анггор в 12906 году и прожил там более года, писал, что этот город богат и прекрасен По развитию он во многом опережал своих современников Дипломат описывал храмы, украшенные позолотой, пускание фейерверков и величественные королевские приемы Анггор и впрямь был самым крупным городом, существовавшим в доиндустриальную эпоху К несчастью, сегодня на его месте вы встретите лишь руины, затерянные в джунглях Здесь осталось несколько храмов, лишь взглянув на которые вы лишитесь дара речи Сейчас сложно догадаться, что некогда это был самый крупный город на Земле К счастью, сегодня нам на помощь пришли высокие технологии Они помогли ученым там, где, казалось бы, может справиться лишь машина времени Например, лазерное сканирование в 2012-2015 годах помогло ученым обнаружить развернутую сеть улиц, бульваров и каналов среди джунглей Они протянулись на километры от центра города и главных храмов В целом город растянулся более чем на тысячу квадратных километров Это даже больше современного Парижа В 12 веке в период расцвета город населяли тысячи людей Для сравнения, в Лондоне в это же время жили всего 18 тысяч человек Столица Кхмерской империи была нетипичным древним городом Ее не окружали высокие стены Нельзя сказать, что ее периметр хорошо охранялся Напротив, Ангкор весьма странно сочетал в себе черты города и сельской местности Его центр был густо заселен А на окраинах при этом могла жить лишь небольшая группа людей Вы можете представить город, где целые жилые кварталы гармонично сосуществуют с храмовыми комплексами или полями Отлаженная система орошения, состоящая из многочисленных водохранилищ и каналов, снабжала поля водой Такой способ водоснабжения был абсолютно уникален для того времени Но что произошло, если город был буквально стерт с лица земли И уцелели лишь роскошные храмы и усыпальницы? У ученых нет единого мнения по этому вопросу Они по-разному объясняют причины заката кхмерской державы Одни говорят о конфликтах с соседями, другие о чрезмерной нагрузке на природу Но недавнее исследование специалистов из Сиднейского университета натолкнуло ученое сообщество на заключение иного рода Ученые считают, что люди, скорее всего, покинули Ангкор Потому что система городского водоснабжения вышла из строя Как мы уже говорили, система водоснабжения города состояла из многочисленных каналов, резервуаров и плотин Она позволяла снабжать население водой во время засухи И контролировать поступление воды во время сезона дождей В итоге город процветал, а люди чувствовали себя в безопасности Система водоснабжения также лежала в основе экономики страны Так продолжалось несколько столетий А затем произошли такие изменения климата, влияние которых трудно осознать до конца сегодня Исторические хроники подтверждают, что в середине XIV века страна пострадала от двух природных катаклизмов Сначала случились две засухи, каждая из которых продолжалась несколько десятилетий А затем выпало невероятное количество осадков Группа исследователей изучила годичные кольца на стволах деревьев, растущих поблизости от Ангкора Это позволило понять, каким был климат в этом регионе за последние 759 лет Ученые смогли найти подтверждение тому, что с 1330 до 1360 года в столице Кхмерской империи царила ужасная засуха Еще одна менее продолжительная, но более суровая засуха была зафиксирована в XV веке Она продолжалась около 20 лет Брэндон Бакли, климатолог из обсерватории Колумбийского университета, выяснил, что засуха длиною в 30 лет окончательно решила судьбу империи В то время в Вангкорском королевстве наблюдался ряд политических и социальных трудностей А климатические изменения лишь подтолкнули город к полному краху Продолжительная засуха привела к гибели урожая и распространению заболеваний Большая численность населения города лишь усугубила проблемы А сильные дожди, сменившие засуху, совсем не помогли справиться с катастрофой И даже наоборот Они серьезно повредили систему городского водоснабжения Обычно в сезон дождей резервуары и каналы были способны сдержать напор поступающей воды Но вследствие длительных дождей городской водопровод засорился В результате он перестал справляться с излишками поступающей воды Это привело к затоплению местности и разрушению системы водоснабжения Именно поэтому каналы в южной части города зачастую были забиты песком и мусором, принесенным водой из центральной части Австралийские ученые вычислили, что системы водоснабжения раньше всего начали разрушаться в тех частях города, что находились у реки Система рушилась как карточный домик, ярус за ярусом У жителей Ангкора не было ни времени, ни технологий, чтобы противостоять беде Закончив свое исследование, ученые пришли к печальному выводу Именно запутанная система труб в развитом городе стала причиной его гибели Ветхие постройки соседствовали с домами, возведенными по современным технологиям Строители рыли новые каналы, не учитывая существующие Система стала уязвимой Каждое здание сильно зависело от всех находившихся с ним по соседству Однако городские инженеры пытались держать уровень воды под контролем Они распределили потоки местных рек, создав таким образом несколько водохранилищ Но это решение только усугубило бедствие в столице В конечном счете горожане вовсе перестали контролировать поступление воды Река Сим-Риб изменила направление течения, и вода полностью уничтожила город Он пал В итоге Сиамская армия без труда вторгалась в страну в 1431 году Город был разрушен Здания, улицы, каналы и набережные были охвачены джунглями Лишь несколько храмов остались невредимыми и сегодня, сохранив свою религиозную ценность Это исследование предлагает нам подумать о том Как легко, великолепно развитая цивилизация способна уйти в небытие под действием природной стихии Изменения климата привели к тому, что к хмерской цивилизации пришлось полностью изменить образ жизни, который ее народ вел сотни лет Ученые говорят о том, что однажды и современное общество столкнется с такой же проблемой Климат уже начал меняться Вопрос лишь в том, как человечество отреагирует на это А вам известны другие города и цивилизации, уничтоженные природными катаклизмами? Если да, расскажите о них в комментариях Поставьте лайк этому видео и отправьте его другу Жмите подписаться, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни вместе с Эдми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok